рассказать то что вы хотите услышать попросили я вот может кому-то это и не нужно да can you speak english yes i can but little bit maybe in future i try to speak with you in english but i need to learn english can you show glutes of course i can but not now just on the stage or maybe on samples my как все интересно почаще поболтать такими фирме можно орехи на сушке можно орехи на сушке i don't understand nothing but still love you voice thank you so much i don't like my voice я не то но и мноты я не то но она скажи скажите к обязательно надо пить когда занимаешься обязательно нужно пить просто обязательно старайтесь после каждого подхода делать несколько глотков воды обязательно три яблока на сушке это много но если каждый день то это много на сушке how are you janita i'm not janita i'm fine i'm fine now i'm preparing for competition but this competition is closed it's really really bad hello yana you so nice thank you so much how old are you i'm 32 years old i have a child 10 years what you feel when others comments your body is man manly manly what is manly i don't know я на умничка хоть на вопросы мои не ответила виктория ну простите пожалуйста keep up the good work сколько раз в неделю у вас тренировка ног а я думаю вы поняли да как относитесь кето нормально отношусь но я кето не использую кето диету сколько можно пить воды каждый день не на сушке но при похудении да вы знаете я думаю что столько сколько вот просит организм наверное полтора-два литра если жаркое время года то можно и побольше пить холодное время года наверное организму столько не нужно кенющие видео и пик ес и кен ты еще в италии но я здесь уже в питере ребятки знаете я что-то устала мне жарко стало я хочу пить у меня во рту все слиплось я же на сушке сегодня у меня было очень мало углеводов знаете почему потому что я из красноярска когда приехала в общем я такая в общем как утюг я решила сегодня прям вот на белке на жирах и углей было мало сейчас чувствую немножко такой упадок сил после часа болтовни получается у меня интересно какой у меня пульс сели не посмотреть какой пульс мне прям кажется что это как как на кардио мне прям жарко стало говори на русском да правильно мой английский вообще so bad ну что делать что кушать после 18 для снижения веса кушайте белковую пищу плюс овощи овощи вы можете не считать салатики микрозелень пожалуйста сколько хотите можете даже добавить ложечку там чего-нибудь можете на сушке в это время даже кушать лосось жирную рыбу если вы углеводы кушали в первой половине дня то на ночь пожалуйста достижите вы кусок лосося но соблюдайте вдруг отошли от режима от продуктов тогда не надо уже поднимать так колораж подскажите пожалуйста как правильно максимально слить воду перед соревнованиями без использования диуретиков максимально слить воду можно при случае если вы хорошо сожгли жир во время подготовки во время вашей полугодней например подготовки шестимесячной тогда или или годовой подготовки и когда у вас уже нет много жира то естественно воду слить будет довольно удобно и просто исключаете или уменьшаете количество углеводов повышаете количество потребления воды допустим там за десять дней или за семь дней можно убрать или за пять дней убираем соль я убираю обычно за семь у меня соль довольно как-то долго держится во мне я убираю за семь десять дней поднимаю количество выпиваемой воды я думаю мужчин это может быть до 10 литров в день но это наверное такие запредельные цифры у меня максимально было это наверное литра четыре с половиной в день я выпивала но я знаю девчонок которые девять литров пили то есть раскручивают почки убирайте соль убирайте углеводы и она у вас не задерживается естественно эта вода вымывает ваши минералы тоже вот при этом можно пить витамины можно не пить витамины тут уже как вам тренер скажет как у вас анализы и так далее как ваши мышцы будут себя чувствовать и потом перед чем ближе уже к соревнованиям уменьшаем количество количество воды ну например резко до сбрасывайте там с восьми дальше там шесть пять четыре два и за день до соревнований за два дня вы уже начинаете грузиться если это нужно вот высчитывайте воду сколько вам нужно для загрузки мышц для загрузки этих углеводов в вас почки работают вода не задерживается потому что нет соли когда вы уже загружен загружаетесь то вы уже в принципе сухой и наоборот добавляете воду чтобы эти углеводы заходили ваши мышцы и в день соревнований скорее всего вы уже не пьете воду потому что нужно быть сухим наполненным и красивым ну как то так чем лучше загружаться перед сценой чаще всего загружаются рисом может быть рис с картошкой может быть как то вот меняют последовательность кто-то грузится макаронами а кто-то грузится знаете жирами потому что углеводы не грузят ну вот как то все мы разные и у всех по-разному все эльмам мухаммед хэллоу мухаммед хочу аргус у меня стали хрустеть коленки во время тренировок был ли у вас такое что делать подскажите ну когда хрустят коленки конечно не очень хорошо вообще можно пойти к врачу сделать снимки уточнить спросить или начать пить глюкозамин хондроитин на постоянной основе зефир да кто-то грузится зефиром но знаете зефиром за два дня точно нельзя грузиться если вы уже на выходите на сцену допустим утром вышли какой-то перерыв и вам надо вечером выйти на второй раунд вот здесь я считаю уже можно есть зефир то есть вы уже не успеете рис кушать то его уже нельзя будет кушать так как вам талия нужна хорошая но вам нужны быстрые углеводы чтобы второй раз напампиться потому что энергии мы тратим очень много когда позируем весь день ждем пампимся в этот день мы же не кушаем но кто-то может и кушает утром кто-то нет я стараюсь не кушать чтобы живот у меня не наполнялся чтобы талия была худенькая поэтому я не ем вот но у вас есть уже и зефиринку обычно я не ем тоже вот соревнования у меня я уже не знаю когда должны были быть 15 апреля потом 25 апреля но все соревнования к сожалению отменились потому что это швеция и норвегия и следующие остаются это грузия я надеюсь что грузию это не закроют потому что я так хочу в грузию и она будет 21 мая у меня еще есть время подготовиться как они называются классик швиден классик или как-то а стокгольм классик я там буду как гость вот и надеюсь что их не закроют месячные не пропали масло сливочное сало жирное мясо вот такие вот жиры схема сушки очень смешно схема сушки вот сейчас выложу прям схему сушки смотрите схема сушки о видели моего армии да нет такого же схема сушки для каждого человека схема сушки своя разная индивидуальная потому что у всех у нас разные господи стоять на сцене рядом с арнольдом дважды ух можно попу накачать без приседания можно есть много других упражнений приходите ко мне в школу ребята я вам не только покажу как можно накачать попу приседаниями но сделать ее круглую огромную горшней огромную не надо нужно чтобы она была красивая между прочим сейчас я ее уже не качаю на объем я ее просто качаю на качество вот вы делали грудь да делала конечно делала но я вам скажу что я ее делала не просто вот взяла и сделала там 18 лет я родила сына я его выкормила два года и шесть месяцев я кормила сына своей грудью своим молоком понятно а потом только после всего этого я уже сделала и то я выступила в бикини я выиграла я выиграла россию европу турнир взяла про карту и только после этого перешла в про и решила что наверное все таки мне нужна эта грудь так как там они все сисястые там они все красивые я должна как-то соответствовать и только потом все таки решилась и сделала грудь вот так а дети и молоко было все таки зато сын богатырь богатырь обманщик обманщик это я к тому что он мне тут это температурил обманывал что у него температура а я верила ему как правильно прокачать верх ягодиц это все надо в мою школу курс называется попа 360 и попа 360 интенсив я как раз таки делаю акцент на верх ягодиц можно в домашних условиях приходите ко мне на курс ребят можно показать чего показать ребята отпустите меня еще раз напомню кто не слышал кто не знает разыгрываю завтра 3000 рублей просто сразу на карту отправляю рандомным способом нужно всего лишь поставить три лайка под тремя моими последними постами и написать комментарий под последним постом на что бы вы потратили эти 3000 рублей например или чтобы вы хотели увидите в моих постах дальнейших о чем писать в общем какой-нибудь комментарий и не завтра вечером я вот так вот сделаю тын-дын-дын-дын и тыкну чем больше комментариев тем больше шансов выиграть просто так 3000 рублей сразу отправлю вам на карту спокойной ночи здоровья вам мотивации вам помните что жир это красиво но не на нас